Приветствую вас и для начала я порекомендовал вам понять, что вы ни в чем не виноваты в этой ситуации, вы человека любили, вы к человеку были настроены очень позитивно, вы ему верили, и для нас стало полной неощренностью истинное положение вещей. Говоря о нем, хочется сказать, что вы сразу не могли скорректировать свое поведение правильно. Почему? Потому что слишком сильная была надежда, что все будет хорошо, слишком велико было ваше желание быть с ним, и поэтому по инерции, уже настроившись на продолжение с ним отношений, вы какое-то время еще были с ним. А он даже не понимал сам, как плохо с вами поступал. То есть момент здесь в том, что вам очень нужно понять, что вы по-другому поступить не могли, и сразу послать его тоже не могли, потому что он вам был нужен, вы в нем нуждались, и очень легко было поверить в то, что он действительно хочет быть с вами. А не потому, что у него не получилось с другой женщиной. И достойного ответа именно за силой расстрепанности, растерянности своих чувств, вы также дать ему не могли. Вы сейчас осознаете, что хотите, хотели самоутвердиться за его счет, и это очень хорошо, потому что на самом деле вы понимаете причину, под которой вы стремились внимания, самоутвердиться. Только правда заключается в том, что это не вам нужно самоутвердаться, ведь вы хорошая, привлекательная, интересная женщина, а ему, потому что он вперед был с вами, потом в другой, теперь опять с вами, именно у него проблемы с комплексом, самооценкой, именно у него проблемы с уверенностью в себе, а не у вас. И это нужно четко понимать. То есть вы стали жертвой собственного диалога с мужчиной, и предал он вас не потому, что вы такая плохая, не потому, что вы хуже той, а просто потому, что он сам не был уверен в том, что ему нужно. И он не уверен в этом до сих пор, потому что не отпустив ту женщину, он вновь обращается к вам. Это значит, что ему нужно быть тем, кто просто не чувствует себя брошенным. А вы, значит, вы легко справляетесь с тем, кто будет одна, потому что понимаете, что не все отношения можно принять. Вы знаете себе цену, а он себе цену не знает. Точнее, он не достаточно сильно себя уважает. Я думаю, что вот проблема понимания этой тонкости мешает вам отпустить эту ситуацию. Также я думаю, что вы два раза написали, что он не понял причину вашего отказа. Так, а кто вам мешает, из вашего письма не совсем понятно, сказать ему, как обстоят дела. Скажите, выразите свои чувства. Пока они у вас, пока они не находят выражения, вы так и будете мучиться. И мужчина не будет понимать, почему вы ведете себя именно так, а не иначе. Скажите ему. Это нормально, это честно. Это, в конце концов, мужественный, правильный поступок для вас будет сказать ему о том, почему вы ему отказались. И хотя бы в память о том, что было у вас хорошее. И вот когда вы скажете, когда он будет знать, что происходит, тогда и ему, и вам будет все понятно. И вы, я думаю, после этого сможете уже эту ситуацию потихонечку опускать через понимание того, что не у вас проблемы, а у него. Ведь я уверен, что другими мужчинами вы пользуетесь очень даже большим успехом. Другое дело, что если лично в нем вы заинтересованы до сих пор, несмотря ни на что, и лично в нем вы, видя свою тягу, влечение, вы до сих пор ходите к ним быть, несмотря на то, что он сделал, с этим он говорит об элементах любовной зависимости. Тогда ее нужно продабатывать, потому что она кроется в определенных потребностях, которые вы связываете непосредственно с этим мужчиной. А достижение удовлетворения этих потребностей не через мужчину, а напрямую, он может, главное, избавиться от излишней привязанности к нему и как можно быстрее начать жизнь дальше, либо доказать свою независимость и тем самым постимулировать мужчину на изменение своего поведения, на изменение своего отношения к вам. Заголовок вашего письма звучит так, что вы жалеете, что не отомстили раньше, и жалеете, что вовремя не отомстили. И я думаю, что мстить, если человек не понимает того, кого он предает, то есть он не осознает всего ужаса своего поступка, мстить вы будете только самой себе, потому что тот человек, которого вы сами себе создали, он, естественно, понимает ответственность своего поступка, но нереальный человек. И поэтому единственное, кому вы будете мстить, это себе. Именно вас, не вот образ того мужчины, который действительно вас предал. А реальный человек вас не предал, просто следовал своим интересам, и не будет того. А значит, мстить некому. Потому что того, кому вы хотите мстить, все в реальном мире не существует. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо.